Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1210. События дня. Кремлинам 6.23. Послание апостола Павла. Ибо возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. За 9 апреля 2019 года. И наше объявление – как умерла сестра в возрасте 42 лет, четверо детей осталось, муж глухонемой, о детях не заботится. И вот здесь можете посмотреть, как у похорона были. А потом сами попросили люди в интернете, дайте какой-то счет, что кто пожелает, может помочь. И вот как тут все решили. Назначили ответственного, по совету. Вот пишет один Мир вам, Игнатий Тихонович. Хотел спросить, что благовествовать нужно ли на разрешение? Нужно ли? Отвечаясь ли по совести и по вере, то только Бог и Его Дух Святой преодолеют все препятствия. По человеческим же законам всегда можно найти причину запретить благовестие. Вот так. Я пишу. Ибо вы, братья, сделали с подражателями сарквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее. Потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. То есть и от евреев, которые гнали. И что за это будет? Это апостол Павел Щетко написал до сегодняшних дней. Которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков. И нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся. Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. Кто мешает, препятствует. У нас всем благовестникам выданы бумаги с копией регистрации нашей общины. И благословение священника, что эти люди прошли курс обучения по Святой Библии. На свой страх и риск можете. А раздавать Евангелие на это не нужно из чьих-либо разрешений. Владимир 1. Игнатий Тихонович, мир вам. Посмотрел воскресное собрание за 7 апреля 2019 года. Где сестра вас всех, скорее всего, испытывает. Какая вера в вашей общине. Скорее всего, она хочет услышать от вас, что за нее будут говорить. То есть об ней. Мой совет. Не надо про нее говорить плохое. А послать к ней трех проповедников и проявить к ней заботу, с любовью, поговорить. Тем очень много. А вот если она скажет, не приходите, тут уже другой вопрос. Боритесь за нее и молитесь, не опускайте руки или руки. Она любит вас всех. Иначе она не пришла бы. Вот скажу здесь, что без знания дела никак мать не верующая. И туда никто не вхож. Она с матерью живет. И пройти туда никому, ну, ход закрытый. Это второе. Дальше. Она пришла, уже все потеряла. Потеряла. И у нее тяжелейшее духовное состояние. Появилась дерзость. Она такой не была. Она пропускала. Была отлученная сколько времени. Отец ходит, у нас здесь находится. И она совершенно потерянное состояние ее. И я стал с ней отдельно говорить. Она не слышит. Она дерзкая сделалась. Никак. Она избрала такую счастье. Все знает. Готовилась. Ходила. Молилась. И все потеряла. Остальное там было сказано. Никто ничего сделать не может. И бороться за нее нет. Она завоевана другим духом. Она не желает слышать даже. Она ничего не воспринимает. Абсолютно. Вот дальше пишет. Манвел Карапетян пишет. Прочитайте. Армянин пишет. Ну вот так. Я вам ответил. Это не из моего арсенала. Говорить я об этом не буду. И мне это зачем. 75% экстремистских преступлений в 2018 году были связаны ВКонтакте. Вот. Соцсети ВКонтакте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации. В 2018 году было зарегистрировано 1265 экстремистских преступлений. Что почти на 17% меньше, чем годом раньше. 80% из них подпадали под уголовные статьи 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. И 282. Возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. В декабре 2018 года в России был принят закон о частичной декриминализации статьи 282 УК. Теперь за первое нарушение по ней грозит административная ответственность, а второе – уголовная. Вот так. И вот Менщиков написал Михаил Андреевич. 10 июня 1957 года, видимо, рождение его такое. 10 июня у меня день рождения. Вот, пожалуйста. Вот он. Здравствуйте, отец Игнатий Тихонович. Я много лет слежу за вашей деятельностью и не мог пропустить те нападки дьявола, которым в последнее время подвергаетесь вы и ваша община. Но мне пришлось заблокировать в черный список только уже больше 9 тысяч. Это не игрушка. Роликов только выставлено, как мне уже показывают. Примерно 220 роликов против меня. Лично против меня. Ну и что? Это никак не отражается. Это поношение, это награда. Но Бог поругаем не бывает. И вот в интернете появилось разоблачение всей деятельности Синицкого, которого Бог подверг сраму. Его самого обличили, разоблачили, порвали в пух и прах и вывели на чистую воду, хотя он даже не Синицкий, а Шнац. Так пусть это будет примером всем, кто имеет дерзновение на Божьего человека руку поднимать. Галатам 6, 7, отвечаю. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что подсеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, а от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. А наипаче своим поверье. Русик Гусейнов пишет. Игнатий Тихович, мир вам. Можете, пожалуйста, помолиться за моего курящего матерливого соседа на Донбассе, который грешит бесконечно против меня и курит в подъезде. Так что дым проникает в тамбур и вызывает у меня крайнее негодование. С мамой его я уже общался. Там та же картина. Она сама курящая и защищает своего курящего сына. Мы с ними вроде бы договорились, что он больше не будет. Но когда уезжал в Италию, я заметил, что ничего из обещанного они не выполняют. И я теперь, находясь в Италии, с нелегким сердцем и злопамятием, представляю картины христианской жизни у меня в квартире, когда вернусь домой. Иначе по возвращению мне придется нагрешить, как следует от бутцев его. Не исключен риск тюремного заключения. Плоды гнева растут, скажем, днем у меня в сердце. Хорошо вам в своем доме. Никто не курит под нос, не матерится, дверьми не хлопает. Ну вот такое дело. Ну что, показать наши ресурсы. Самый тут мой любимый, это мой мир. Сейчас покажу, какая. Вот мой мир. Я в шапке такой, если я здесь с голубем, то есть я там запасной где-то. Ну и наш большой форум, 1602 темы. Вот как он выглядит. Православный форум Игнатия Лапкина. И вот тут обработка завершена. Утренняя молитва. И видеоканал. Вот он как. Уже под замками все стоит. Каждый день по одному снимаюсь, с каждой категории. И на этом все. Вчерашний день был известный такой день. В Краевой администрации были в организации по открытию музеев. И что у нас там получилось, мы все это сказали. Я уже не один раз говорю. И Володя уехал в деревню, собрались. Я вот с кошками отправил. Пять кошек сразу отправить пришлось. До трех выпустили. Вчера восемь кошек, а отсюда исчезли. Еще же их кошек кормили зиму, чтобы не замерзли. А теперь отпустили их. Ну, уехал, уже дал знать. Все благополучно доехал. Тут еще одно происшествие было. Такое подо мной когда-нибудь расскажу. В таком виде, как будто бы с кем-то было. Ну, все на этом. У нас еще есть в Осетии Библии православный библейский сайт. Очень хороший. Да. Да. УThr miej-то вот так просто по-толеху. Три что-то на кем работает металлический сайт.